здравствуйте друзья вопросик мне 27 лет родилась выросла в краснодаре образование высшее толку от него пока нет и вообще планирую переучиться мы с мамой занимаемся небольшим бизнесом мы астрологи точнее я ее подмастерья она мощные мозги в этом деле с опытом более 15 лет у нас своя школа мы преподаем у нас ученики свой класс планируем организовать вебинары среднем наш доход на двоих составляет примерно от 60 до 100 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц не жалуемся нам хватает но душа-то тянет меня в сша а кроме этого как астрология я ничего делать не умею так вот недавно обращаясь по скайпу общаясь по скайпу с одной дамой из чикаго она нам с мамой задала вопрос а почему вы не хотите открыть такую же школу в сша собственный вопрос а реально ли к примеру открыть филиал такой школы в сша ну если душа тянет надо сказать друзья что вопрос этот для меня интересен не не тем что именно астрология там у людей а тем что он вообще как бы бизнес о чем действительно тебе не делать вот бизнес который ты делаешь там дома чтоб тебе не делать его например в америке и тут есть как бы два что ли момент момент 1 состоит в том что надо решиться или ты делаешь бизнес как бы в америке или ты бел делаешь бизнес на русской улице в америке то есть вот у тебя есть там какие-то курсы например но но не важно что какой бизнес вот ты думаешь не открыть ли мне филиал соединенных штатов я же уже этот бизнес делаю ты этот бизнес предлагаешь американцам в широком смысле так американцы или ты говоришь ну вот те кто в америке живут русскоязычные давайте мы будем вот вас учить и тут есть тонкость значит если вы как бы по русской улице то заочные курсы вам откуда хочешь из краснодара в общем то можно вести эти курсы народ будет из нью-йорка из чикаго из там не знаю майами лос-анджелеса откуда угодно зачем вам для этого физически присутствовать в соединенных штатах это на самом деле очень дорого то есть гораздо выгоднее это делать прямо оттуда с одной стороны с другой стороны душа-то тянет в америку поэтому думаешь о чем тогда вот из америки не делать но опять на русской улице если это делать не онлайн ну допустим поселились вы в чикаго там где женщина советчица живет поселились вы в чикаго сколько вы заработаете в год с мамой на том что будете делать эти курсы уже без мамы вы не сможете правильно вы так подмастерье вам нужна мама чтобы она вела вы так при ней как бы получается даже не знаю что сказать конечно в этом смысле лучше было бы уже не чикаго наверное а нью-йорк там побольше наших ну или лос-анджелес например но правда я даже не знаю сумеете ли вы заработать там те же там тоже тысячу полторы две там три в месяц может быть она того и не стоит но легко советы давать понимаете типа чего бы вам вот этот бизнес не делать тут тут же много всякой астрологии это правда и а американцев которых они которые этим занимаются много и всяких там господи вот где не пойдешь и там какие-то на счета песочки и там значит они там и по руке и там по каким-то еще там и по звездам то есть это дело действительно очень распространенная я не знаю конечно зарабатывают ли они много денег но например это может быть там от не знаю 50 долларов там за 15-20 минут разговора где-нибудь там на psychic fair а может быть и например там пару сотен долларов когда с тобой в течение там часа разговаривают по телефону например или в скайпе и рассказывают объясняют там на вопросы отвечают и так далее это может стоить легко пару сотен за час вопрос в том что откуда клиентура берется как бы целый вопрос такой как развить этот бизнес вот представьте себе что вы из краснодара переехали в москву как вы в москве будете нарабатывать новую клиентуру и мы понимаем что в москве вы не единственный человек конечно у вас может быть есть некоторые преимущества в русскоязычности в том смысле что есть люди которые здесь русскоязычные они бы предпочли учить это дело по-русски вот но одно дело они к вам лично пришли еще когда хоть какой-то смысл есть если они это делают по каким-то электронным там каналам то это можно гораздо дешевле там из какой-то другой страны взять например у меня света когда проходила первый курс там инициализации по даже 2 на 22 уровня прошла рейки так там женщина была откуда-то из сибири я уж не завис какой-то довольно глухой такой местности сибирской но вот она мастер рейки она ведет эти курсы это там как по-своему почтенно хотя здесь тоже есть и я даже думаю что примерно те же деньги кстати берут примерно те же деньги только там где она живет это чудовищные деньги при тамошних ценах а здесь просто день значит действительно все это большой бизнес ну относительно большой и скажем так не столько большой смысле денежных оборотов сколько повсеместно представлены то есть людей которые этим увлекаются много меня в этой истории другое немножко заинтересовало вот есть человек помогает маме ну то есть мама мама таки да там гигант этого дела а дочь она как бы на подхвате но нельзя же всю жизнь то быть на подхвате но ну хорошо приехал и ты в америку и ты в америке на подхвате ну ну что же это за жизнь такая какой же смысл тогда подхвате всю жизнь поэтому может быть как-то иначе ей может быть и задуматься над чем-то еще вот тем более институт заканчивала и возраст такой как бы хороший молода еще совсем но у нее нет иммиграционного никакого статуса да то есть человек не может приехать и работать в стране в этом смысле конечно какой-то бизнес такой пусть даже вот такой странный как бы ну по российским понятиям да то есть не не то что производство какое-то вот но тем не менее они могли бы наверно пойти к адвокату иммиграционному и сказать вот хотим там бизнес и наверное можно на какие-то деньги там я так понимаю нужны то есть вряд ли ты можешь прийти искать у меня денег нет но вот на билет у меня есть сейчас приеду и начну свой бизнес там как-то вот то есть над какие-то деньги пусть даже небольшие там но показатели какой-то бизнес-план иметь то есть много разговоров на тему о том как по бизнесу это все делать и если вы послушаете например андрея иммигрант видео из киева вот он как раз таким путем шел и он довольно подробно рассказывает наверное в этом что-то есть но если даже вдруг и получится хотя как бы много сомнений на счетами то непонятно вообще как пойдет допустим все получилось вы получили грин карту через несколько лет и вам уже там не 27 там не знаю там 34 32 33 и все-таки вопрос такой что еще вам до пенсии 30 лет с лишним там 34 33 34 35 лет до пенсии ничего и все так и будет темно читать вам помогать надо какую-то свою линию в жизни а мама уже там помощник все найдет если и надо будет вот так так бы я так бы я сказал вообще знаете вот это вот а чего бы вам вот этот бизнес не делать тут человек сказал один сказал а другой задумался байте я помню какое-то видео смотрел там блогера спрашивают вот вы там ехали на машине я не помню откуда куда там ехал блогер из лос-анджелеса я не знаю там в лас-вегас но не помню и там такая дорога по степи идет иначе говорят ну а вот на этой дороге говорят там нет случайно русского ресторана или там чего-то такого но там какие-то зайти по хайве когда ели что там есть что-то такое ну покушать или это русского ресторана нет вообще вот хороший там бизнес русский ресторан день поставить и человек который никогда в жизни бизнеса не делал да и собственно не очень работал так и человек я думаю что это хорошая бизнес идея потому что я вот сколько там ехал по этой дороге не видел ни одного русского ресторана значит конкуренции нет хорошая идея а люди которые делают бизнес они вам скажут по-другому они вам скажут слушай если там на большом расстоянии ничего такого не было это значит что она там не выживает если ты например ехал по дороге и там было 50 автозаправок например вопрос если смысл поставить заправку номер 51 ну если 50 заправок вышивает наверно там и для 51 место какое-то есть то есть может быть это будет каким-то потеснением там тех кто там есть но если 50 они выжили наверное они 51 выживут но если за всю дорогу номер одна заправка а вы поставили еще одну то обе могут выйти из бизнеса потому что когда есть место для одного не факт что есть место для второго а там где много всех всех там там можно еще 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 хотя тоже конечно может в какой-то момент приключить неприятности это бывает они могут друг другу подсадить как бы там норму прибыли начать потихоньку выходить из бизнеса тоже бывает значит люди которые думают о том они сделают ли им какой-то бизнес говорите с теми кто делает бизнес то есть конечно вы можете говорить с человеком который живет в америке и вы можете сказать но человек в америке живет он же знает как там бизнес делают нет откуда ему знать если он сам никогда никакого бизнеса не делал он понятия не имеет поэтому если вы у себя дома этот бизнес делаете ну так вы уже об этом разбирайтесь в своем собственном бизнесе и прикидывайте вот ну правда вот начните с москвы не в смысле сделать но смысле ответите себе на вопрос как бы вы сегодня переехали в москву и начали бы делать бизнес там или как бы вы начали делать там отделение вашего нынешнего бизнеса вы хотите в америке отделение попробуйте сделать в москве в питере в новосибирске симферополе давайте попробуйте а чё получится в киеве в минске в ташкенте попробуйте ну да в общем я бы на месте девушки в целом я понимаю что конечно они какой-то доход получают по тамошней местности в общем то неплохой наверное и вот это все затягивает но а нас говорится надо бы что хочет переучиться вот тут надо бы переучиться но надо что-то такое начать делать чтобы для души и для настроения и для будущего и для денежки и там не знаю для жизни понимаете закончить университет и и вот этим заниматься там я не против астрологии абсолютно и то есть если бы она сама реализовывалась в астрологии я бы сказал это твое занимайся на здоровье молодец и все и пусть людям с тобой будет хорошо а поскольку она там как бы под мастерия то я думаю что под мастерия неправильно а перебраться в америку как бы есть какое-то количество путей то есть их не стояне 200 и не тысячи там как некоторые говорят вот там есть тысячи путей но мой самый правильный нету тысячи но есть там пяток максимум вот так может может быть вот как-то поисследовать вот это дело если девушка свободная так может быть не знаю может быть там половинку свою найти можно например вот или получить профессию пока не поздно с которой можно по всему миру жить работать английский выучить но нет ну правда есть очень много чего чем заняться можно было бы в направлении иммиграции и самое главное не как сказать яйца в одну казинку все не класть а так наметить себе несколько путей и там двигать мало 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 того что есть лотерея но откроем лотерея есть там профессиональная иммиграция создание семьи там бизнес вот зачем плохо бизнес хорошо бизнес ну вот так что как направление мысли мне нравится в смысле что человек как бы интересуется и думает вот бизнес а то что их к этому побудил какой-то абсолютно абстрактный человек который сам понятия не имеет ни о чем и как бы говорит а чё бы вам действительно вам то чего бы не делать бизнес то есть понимаете вот вам она не говорит давайте я буду вам помогать там или что-то деньги свои вложу не было такого но в общем не хотя иногда бывает знаете как услышишь что-нибудь и вдруг начинаешь обдумывать мысль и тебя начинает нравиться а вроде случайно где-то кто-то фразу оборонил вообще не тебе адресованную бывает и так тоже в общем давайте мы девушки мечтательный пожелаем успехов и пусть у нее все мечты сбудутся счастливо